Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Здесь мы решаем задачи лид-кода. Сегодня задача 1361 Валидация нод бинарного дерева Нам дано бинарное дерево с n нод пронумерованных от 0 до n-1 Также даны два списка с дочерними нодами Соответственно, left child и right child Каждый дочерний узел находится по соответствующему индексу Необходимо вернуть true, если данный n нод формирует бинарное дерево И при том только одно Бинарное дерево валидно в том случае, если есть такой корневый узел, у которого нет ни одного родителя Каждый узел имеет не больше двух потомков а также нет циклических узлов Смотрим первый пример Это дерево валидное, так как есть корневой узел 0 и нет циклических узлов Каждый узел имеет не больше двух Смотрим пример невалидного узла В данном случае у нас есть бинарное дерево 0.1 Но при этом двойка не входит в это бинарное дерево То есть по условиям все наши узлы должны быть в одном дереве Третий пример Также невалиден, потому что у него есть циклическая ссылка между двумя нодами Для решения задачи будем проверять каждую ноду И проверим, что нет циклических ссылок И как минимум для одной ноды она связана со всеми То есть является корневой Условия с максимум двумя потомками Валидно по условию, так как нам даны два списка Для начала заведем переменную maxSyn Это будет максимальное количество узлов, которые можно посетить Начиная от определенного узла Далее пройдемся в цикле по всем узлам Изначально помечаем как просмотренный текущий узел и ты Также заведем переменную q для обхода от дерева в ширину Стандартный алгоритм BFS Будем обходить дерево по слоям Получаем правый и левого потомка текущего узла И соответствующих списков Далее Если значение не равно минус единице То есть не пустое Проверяем, не встречалось ли оно нам раньше Если встречалось, значит это циклическая ссылка И наше дерево невалидно Иначе добавляем в нашу очередь А также в список просмотренных Аналогично добавляем проверку для правого потомка Также если мы его уже видели То это невалидное дерево И аналогично добавляем в список к ней q А также в список просмотренных После этого, как прошли по всем элементам q Обновляем переменную очередь И в конце цикла обновляем максимальное число просмотренных элементов В результате возвращаем true Если число просмотренных элементов равно число наших нод То есть мы посетили максимально все ноды Проверим тесты Тесты прошли Попробуем отправить решение Решение принято Все отлично Всем спасибо за просмотр